ребята всем привет мы приехали на объект сдавать заказчикам кровлю сейчас мы дождемся и будем сдавать и заодно вы услышите ту самую историю этого участка или этой местности всем еще раз привет и вот мы находимся в луге вот на участке со мной рядом заказчица зовут ее ленина елена скажите пожалуйста вы где работаете я архитектор работая в петербурге у нас архитектурное бюро мы занимаемся проектированием домов коттеджи и возможными интерьерами частные частные общественные но сейчас в основном как-то больше интерьеров к сожалению любимое то что нравится больше всего это дома поменьше но надеюсь мы в этом направлении всем хочу сказать что я оставлю номер телефона в описании вот если что вы можете позвонить обратиться к архитектору за услугами вот елена расскажите пожалуйста вот я говорил своим подписчикам историю этой местности и вы тогда мне рассказали что интересно я хотел бы чтобы вы тоже поделились ну да хорошо кратко расскажу на самом деле удивительное место мы впервые когда сюда приехали в двенадцатом году здесь была абсолютно открытая поляна я сюда приехала наверное часов в пять днем в мае было очень яркое солнце вот там находится запад и она так немножко уже уходила в сторону это было невероятно красивое место ну в принципе аллу знаю здесь я оказалась впервые с вами живут петель живете ну живем и петель да вот здесь здесь у нас загородный дом не то что 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 но недалеко я просто настолько влюбилась в это место начала узнавать историю этого места что здесь вообще раньше было потому что нет водоем тоже было открытием на самом деле это небольшой ручей который называется теплый ключ именно вот в этой местности он обретает форму водоема ну протяженностью скитров 400 и здесь действительно есть очень интересная история где-то в начале сам сам начальник концепта за прошлого века да 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 здесь здесь сюда приехал царская семья поскольку здесь стоял военный полк и было открытие нашего казанского собора и они приехали и такая а это одна из версий вообще вот этой истории они прогуливали здесь по лесу александра федоров не очень понравилась данная местность и она как-то высказала свое восхищение и ей в дар жена местного статского советника шестакова преподнесла строение которое находилось вот здесь вот недалеко буквально этой местности на теплом ключе и александра федоровна там устроила школу народных искусств которая просуществовала до первой мировой войны а во время первой мировой войны там сделали госпиталь и в этом госпитале сиделками работали дочери николай второго просуществовал до госпиталь доктора мировая ну нет потом там пытались опять восстановить школу но потом уже да понятно революция все это за все это закрылась во время великой отечественной войны здесь был детский приют а потом это все стало интернатом а восьмидесятые годы бездарно совершенно сгорело и в общем-то утрачено сейчас здесь остался только памятный крест и когда-то здесь был святой источник куда приезжал очень много людей ну сейчас эта история она в общем-то известна и много кто они пишут и есть еще но альтернативные версии об этой светелке и в какой-то момент александра федоровна хотела сюда перенести церковь деревянную церковь которая была построена в пушкине утолимая печали а там был там планировалось строительство большого белого большого храма для икон для военных икон вот но эта история тоже не суждено было реализоваться и утолимая печали утрачено мы даже пытались занимались этим проектом восстановили именно проект это этого утолимая печали у меня сейчас существует ну может быть когда-нибудь мы вернемся к этой истории понятно или расскажите а что это вот такое это это удивительная находка когда здесь было открытие площадка была зеленая поляна здесь просто воздушался холм ну и первое с чего мы начали это спланирование территории пригласили технику и наткнулись на какие-то камни я подумала как прекрасно у нас тут почти карелия сейчас будет прекрасный пейзаж вот потом эти камни обрели какую-то четкую геометрическую форму и стало понятно что это военное укрепление этот зод здесь был лужский рубеж и именно поэтому достаточно крутой у нас склон идет отвечать двусторонного водоема а это был зод военный это во второй мировой войну конечно да и мы его просто искать начали искать снаряды пришлось выкопать все до основания ничего не нашли за зарыли обратно и теперь оставляем это как историю решили не разрушать дальше а превратить как есть как есть ну спасибо вот а мы пойдем поднимемся на крышу и покажем нюансы и что еще предстоит в следующем году сделать так ребята начнем сверху снимать здесь довольно таки все просто единственное если там труба она каминная вот на ней сзади сделал ледоруб вот здесь шведским вариантом на двойной стоячий фальц сделано иголочки вот то тоже она сразу клонкой идет то есть вода которая идет сверху отсюда она упирается фальц и уходит сюда также чтобы здесь когда снег собирается и том будет таять чтобы быстрее уходил сзади вытяжки сделана разуклонка в две стороны здесь потом заказчицы заказчик будет утеплять и штукатурить и потом уже здесь окончательная планка будет стоять вот стоят на верхнем скате снег сдержание вот и внизу они тоже будут стоять но уже ставится будто не весной сверху покажу вам крышу отсюда я вам покажу конечно еще ее с с коптера ну и пойдемте вниз спустимся и посмотрим что там прыжок вот так я говорил прошлом ролике здесь утеплят стенку эту и эту там буду утеплять вот и штукатурить и только потом мы сюда уже поставим конечный капельник вот здесь тоже прямые картины здесь пока полиэтиленом сделали удосточная система уорима квадратного сечения вот здесь сверху я вам покажу немножко в этом промежутке тут будут фонари то есть окна и когда окна поставится уже они будут скорее всего здесь выпирать еще как-то вот и потом уже здесь финишня планка будет ставиться сейчас из того что окон нету мы не можем поставить потому что ну они могут просто то не подойти и те планки которые мы стал сделали ну их просто бы сняли вы и выкинули далее труба по трубы у нас что-то этой трубе что здесь все подводки сделаны двойной фальц здесь тоже разуклонка в одну сторону и здесь тоже двойной стоячий фальц здесь тоже предстенный продух вот здесь потом будет скорее всего нашиваться как эта конструкция вот и возможно будет тоже обшиваться все фальцем ну естественно и планка это будет тоже потом далее здесь то же самое что и с той стороны вот сначала она подождать штукатурку и только потом уже конечный планку надо будет ставить здесь такое решение опять же все когда дом будет готов уже отштукатурен и только потом все конечные планки примыкания будут ставиться здесь фронтон здесь вот обшиваться доской вот здесь оставлено расстояние что доска подошла и еще от доски до капельника было два сантиметра от минимум скорее всего будет где-то 3 потому что здесь расстояние сейчас у нас ну порядка 50 миллиметров а вот дается для того с вынос чтобы когда дождь будет идти вот он не капа на лобовую доску очень частые ошибки когда саморезами прикручивают прямо в лобовую вот соответственно все что течет по фронтоне фронтонному отливу этому да она все бежит потом на доску и доска влаги не любит а вот она начинает гнить сначала через потом гнить поэтому надо делать фронтон этот капельник с выносом далее то же самое двойной стоячий фальц здесь не распределяли картинами чтобы было одно примыкание здесь и здесь был одинаковым потому что и с точки зрения экономии металла шли так вот и как приходил фальц на трубу так и делали если бы этого мы не делали бы нам пришлось бы вот этих двух картин убрать какое-то количество металла вот и мы по подсчетам мы просто не уложились бы в тот металл который сюда приехал настолько рассчитали точно что у вас осталось всего по моему один или полтора квадрата вот здесь передняя часть подводки сделано тоже все на двойной фальц сзади тоже на двойной фальц у труб есть тоже разуклонка здесь тоже самое сделала так она идет то есть вот этот элемент и этот элемент он сначала делается собирается укладывается и при потом примыкание поднимается и так вот он составляется вот здесь будет труба от камина кто же он там внизу получается будет сауна вот и труба от нее проходит сквозь эту крышу верхние вот пока сделали так вот ну и вроде все что я хотел вам показать рассказать по этой крыше здесь особо такого ничего нету ну супер сложного все базовые узлы получается это вход труб бюднерфальц вот задняя разуклонка трубы обшивка трубы вот карнизный свес и ну все ослиные ушко вот она как то так вот если есть вот такой выступ делается вот такой вот фальчик ну вроде все что хотел показать на этой кровли сложного в принципе ничего такого нету сделали этот объект за полных по моему 7 рабочих дней довольно таки быстро здесь сто девяносто один квадрат вот и все быстренько туда до вечера полных рабочих 7 дней крыша была закончена вот как то так ну что пойдемте полетаем смотрим сверху скоптер все это еще вот так вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...